Саляму алейкум, Тумсо. Как ты понимаешь, хадисы, аяты, какой народ такой правитель или слова саляфов и позиция имама Амада о запрете критиковать правителя и выхода против него даже словом? Ва алейкум ассалям. Вот вы заметили, что каждый эфир у нас этот вопрос? На прошлом эфире я уже ответил. Я вообще неоднократно на этот вопрос отвечал. Вот в прошлом эфире зайди, пожалуйста, просмотри его, там по тайм-кадам даже ты найдешь этот ответ. Просто надоело уже на этот вопрос отвечать. Адам. Саляму алейкум, Тумсо. Как говорят, что посылаются правители, которые заслуживают народ. Вопрос, может мы заслужили такого правителя, если нам дать волю, все будут стремиться к власти и деньгам, создавая банды. Алейкум ассалям. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 15-й раз этот вопрос здесь звучит в моих эфирах. Мы уже очень много раз на него отвечали. Когда у нас будет правитель, и он будет несправедлив, вот тогда ты можешь задать этот вопрос. У нас пока нет правителя. Мы сразились с врагом, проиграли в этой битве. Враг нас завоевал, нашу территорию, поставил над нами своего человека, наместника своего. И вот этот наместник сегодня реализует политику нашего врага на нашей территории. Это не правитель наш. Это враг. Это его наместник. Поэтому тебе нужно будет перефразировать. Аллах посылает врага к нам, не который мы заслужили, но правильнее будет сказать, что Аллах посылает нам врага, как испытание для нас, когда мы заслуживаем этого испытания, когда мы делаем что-то не так. И да, это причина задуматься над тем, что же мы делали не так, исправить это, и потом снова вступить в борьбу, в сражение с этим врагом. Вот как надо на это смотреть. Но ни в коем случае не называть врага нашим правителем. Субтитры создавал DimaTorzok